Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы сегодня начинаем новый летсплей и это игра Surviving Mars. Начнём новую игру. Возьмём всё по умолчанию здесь. Выберем место посадки. Средняя температура минус 72. Нормально так. Вот я бы хотел там, где немножко потеплее, возможно. Так, и, ну, смотрите на экваторе. Минус 1, минус 3. Может быть, даже где поплоще. Минус 15. И по ресурсам. Желательно, конечно, чтобы было меньше угроз и больше ресурсов разных. Или зиму альфа. Давайте начнём. С прибытием на Марс, командующий. Все в штабе с нетерпением ждут часа, когда можно будет увидеть посадку ракеты и выгрузку её драгоценной ноши дронов и самоходов наших удалённо управляемых глаз и рук на Красной планете. Так, хорошо. Давайте выберем посадочную площадку для нашей ракеты. Собственно, вот он наш участочек. Небольшой, смотрите, ограниченный горами. Кратерами разными. По-моему, это сложный какой-то рельеф. Ну ладно, куда уже прилетели, куда запланировали, туда и сядем. Вот предлагаю где-то вот так как-то, да, приземлиться. Здесь у нас, по-моему, ресурсы. Металл может быть, бетон. Давайте наблюдать. Раз все хотели посмотреть на первую высадку человека. Ну, пока что не человека, а дрона. Но скоро и человек за дроном последует. Ну, давайте смотреть на это зрелище. Слухи. Индия скоро достигнет важной вехи. Так, ну это мы знаем, как вращать. Капитальные постройки возводятся дронами. Большая солнечная панель сразу нам предлагается. Вот, выезжают. Смотрите. И никто не говорит, что да, это маленькое колесо, это большая веха для всего человечества. Или эти три сантиметра, проеханные дроном. Ну и так далее. Просто выехали, да, и все. И стоят себе. Ждут команды. У нас есть три больших ровера. И кучка мелких. Мелких дронов, которые будут помогать нам работать. Вот. Но вначале я предлагаю посмотреть, что у нас тут по разведке. Да, у нас есть орбитальный зонд. Ну вот этот я хочу порасканировать. На наличие ресурсов, потому что это более-менее такой ровненький участок. Вот может быть... Даже не знаю тут, какой из этих лучше. Ну вот давайте два. Там где ракета села. Так, хорошо. Ученым сразу же. А почему они ничего не исследуют? Вроде бы как... А это что такое? Исследование открывает колонистам доступ к самым различным благам. Но у нас колонистов пока что нету. Грузоподъемность ракеты увеличивается на 10 тонн. Вырабатывается 100 очков. Науки засол на каждый ДУ-разведчик. Интересно, больше можем изучать. Подземные нагреватели, физика и... Проект Земля-Марс ускоряет исследования при поддержке организатора на 100. Но вот это, по-моему, интересно. Давайте возьмем. Так, мы... Так, мы ж уже выбрали. Нет? Еще хотят? Ну, хотелось бы где-то рядом с нами. Все, да? Все равно, что-то от нас хотят. Нет ресурсов. Колония организатора Индия. Как это? Я думал, мы первые. Смотрите, да тут уже весь Марс заселен. Как же так? Бюджет 6 миллиардов 900 миллионов. Нам посоветовали построить сразу же большую солнечную панель. Давайте это сделаем. Управлять скоростью игры можно с помощью... Я понял. Спасибо. Примерно прикинем, где нам что нужно будет строить. завод по выработке бетона. Это я уже сюда запланировал? Да нет, не хочу. То есть, его нужно будет запитывать. Дальше у нас тут металл. У нас еще один. А вода? А воды я не вижу. Воды у нас нету. Походу, да? Ну, короче говоря, где-то... Где-то здесь будем строить. Чтоб и недалеко, вроде бы как... От нашей базы. Поехали, роверы. Поехали за металлом. Да? Вот, на самом деле, нам нужно выгрузить из ракеты. У нас же металлы уже есть. Нам нету смысла их добывать. Ну так, смысл-то есть. Да и у транспортера мы лучше будем добывать это все. Езжай, собирай ресурсы. Вот, а дроны все-таки пускай делают какое-нибудь толковое дело. Чем-нибудь толковым занимаются. Например, у нас есть склады. Сделаем универсальный склад. Выгрузим где-то вот рядом с нами. Вот, и сразу же поехали. Вот, а этому назначим транспортный маршрут. Загрузить ресурс. Металл. Выгрузить ресурс. Вот и началась. Началась суета на этой планете, которая миллиарды лет не видела никакой суеты. Которая жила в полной тишине и спокойствии. А тут приехали какие-то непонятные существа и начали тут наводить порядки. Пожалуй, это первая игра, в которой небо так же выглядит, как и на снимках со спутников или зондов. Вот такого красного какого-то ржавого цвета. Совершенно оно не синее. А мы с вами видели фотографии и даже видео. Солнце заходит, опять же, совершенно не так. Выглядит оно на фоне синего неба. Заходит солнце. Закат не такой, как на земле. Вообще не такой. И солнышко такое маленькое там. Синего цвета какого-то. В общем, посмотрите, интересно. Так, а что это у нас вообще? Месторождение на поверхности. Доступные ресурсы. Полимеры. Прекрасно. Мы сразу же полимеры будем иметь. Ты смотри. Да. Поехал собирать. Вот, молодец. Так, но нас так же интересует это что у нас? С координатором нам нужен ДУ-разведчик, который поедет и проанализирует аномалию, рядом с которой мы приземлились, примарсились. В общем, достигли поверхности. Мы построили солнечную панель, но запитывать ею пока что нечего, потому что нам нужно построить производство бетонный экстрактор. Первая постройка, которая серьезная, которая нам нужна и которая позволит нам вырабатывать, вернее, получать бетон. Да так, наверное, да? Как-то вот. Вот, и протянем кабель, и начнется добывание, но, правда, это уже будет завтра. Что нам еще советуют? Ракета, управление камерой, возведение построек, скорость игры, зонды, месторождение на поверхности, постройка, бетонный экстрактор, месторождение под поверхностью вода, нам повезло, нету такого. Металлы, аномалии, координатор, приказы аппарату, это все мы уже сделали, а кое-что пока что и не нужно делать. Энергия, универсальный склад, спой и в работе. Лучше бы этого и не знать, аккумулятор дрона. Рекомендуемая постройка, исследовательская вышка. По-моему, исследовательская вышка нам сейчас не очень сильно нужна. Я бы даже сказал, что совершенно она нам не нужна. Нам еще нужен один склад. По-моему, они бесплатные, да? Строятся. Горячая комбинация. Хорошо. Хорошо. Что тут идет? Ход сканирования. Хорошо. Добывают металлы. Здорово. Должен привозить, по идее, да? О, смотрите, достраивают. И тогда, раз у нас появился завод по производству бетона, нам нужна еще энергия. Я бы хотел построить ветрогенератор, чтобы у нас как-то диверсифицировать это. И энергия солнца была, и энергия ветра, и, может быть, а если у нас там еще один генератор, по-моему, да? Улучшенный генератор стирлинга. Базовая производительность 40. Классно. Но, правда, обслуживание два полимера. Это засол? А у нас полимеров, по-моему, уже нету, да? Еще металл есть. Вот они молодцы. Смотрите, сами катаются, без всяких там указаний, просто поехали и работают. Производство бетона. Ну да, мы не работающие постройки пока что у нас. В общем, какое-то бедное у нас тут место. Совсем бедное. На бетон, много бетона, да. Воды нету. Значит, будем как-то выживать. Никто не говорил, что здесь легко и просто все будет. Так, пока суть до дела. Пока мы это строим, у нас на новый, ага, новый сол, значит, нужно протягивать, чтобы он уже начал работать. Хорошо. Давайте так поставим. Анализы, анемалии. «Богатый серый». Стараться собрать как можно больше образцов. Проанализировать образцы богатой серой. Затраты на исследование областей инженерии уменьшатся на 10. «Богатый серый». «Богатый серый». «Богатый серый». Хорошо. Смотрите, мы это изучили. А что у нас есть? Оптимизация транспорта. Собирает ресурсы быстрее. Это хорошо. Мне нравится. Давайте. Ресурсы быстрее. Это классно. Так, мы получили 250. Исследование завершено. Слухи. Ну, а толку с того, да? Что? Ну, но слухи. Украсть дроны. Полностью заправленная ракета и экипажи из охранников. Любые спецоперации ухудшают отношения с колонью, против которой они направлены. Существует шанс провала. А нафига? Я не хочу. Я не хочу ничего красть у них. Пускай развиваются. Заряжается, да? Нам еще зарядка нужна для дронов. Так, новый СОЛ. Смотрите, как выглядит рассвет на Марсе. Я думаю, он ничем не отличается от заката. Солнце должно такое же быть и цветом, и маленькое, потому что оно удалено. А мы с вами прекрасно знаем, почему большое Солнце кажется на Земле, потому что оно проходит сквозь атмосферу и увеличивается из-за эффекта увеличения атмосферы объектов. Солнце у нас большое тогда выглядит. На Марсе воздуха нету или почти одна сотая часть от земного, поэтому и оно еще и дальше на 60 миллионов километров. Поэтому там мелкое, как горшин. Все, началась. Началась работа. Хорошо. Мы же уже прочли, да? Да, мы уже прочли. вверху мы уже посмотрели, проанализировать аномалию. Хорошо. Это мы можем как-то удалить. Можем. Нам от этого не холодно, не жарко, что там Индия у себя творит. С другой стороны, они могут вот такие вот недружественные действия по отношению к нам сделать, да? Прилететь и украсть дроны. Мне кажется, что это лишнее в геймплее. Тут на самом деле освоение Марса само по себе это как челлендж такой, который раньше никогда никто не делал и если мы его и сделаем, то непонятно, успехом это завершится или нет. А приплетать сюда еще политику, ну это совсем же. Так, целудронами, хорошо. Давайте сделаем. Я бы еще накопитель энергии сделал. Ну, хотят целудронами, давайте делать целудронами. У нас большой такой вот участок, да? Думаю, что далеко от энергии мы не будем ставить где-то здесь. как раз по центру нашей колонии. О, нагрузился, смотрите, да? 30 металлов везет. Молодец. Выгружает. Ну, по крайней мере, материалы у нас есть, это хорошо. Так, я хотел бы поехать еще разведчиком куда-нибудь разведать что-нибудь, но некуда, смотрите, да? У нас совершенно ничего нету. Вот он, ну, пускай покатается, так. От нефиг делать. Неработающие постройки. Потому что, да, потому что у нас не хватает электроэнергии. Давайте сделаем приоритет. экстрактор и шлак, да, давайте мы так же этот шлак будем выбрасывать куда-нибудь. где-то здесь. Потому что у нас же дроны, по-моему, этот шлак доставляют, вывозят, но пускай вывозят сюда. так, вы будете делать или нет? Нам не хватает, что, бетона нам не хватает. А бетона мы не можем, потому что, потому что электроэнергии нету. Классно. Но придется пока отменить вот эту штуку. Давайте мы ее вырубим. дроны получают указания. Вот у нас указатель для дронов. Так что можем пока поэкономить электроэнергию. Нам нужно получить еще бетона. Давайте немножко ускоримся. получили бетон. Да, можем включить. нет приказов, переносит пусто. Как это нет приказов? Давай работать. А где у нас тут металл, по-моему, где-то был? Рядом, вот он. Нет, это не металл. Вот металл. Ежа, металл добывай. Ты тоже. Вообще, вы все езжайте, добывайте металл, что вы стоите в самом-то деле. Так, этот у нас ровер может привозить много металла. поэтому его лучше отправить куда-нибудь подальше, да? Если у нас тут хоть где-то хоть что-то разведано. По-моему, у нас вообще ничего нет. Это ж надо такое неудачное место приземления. Вообще, нету минералов никаких, капец. Кроме бетона. А что нам карта подсказывает? Карта изучается. Может, здесь что-то где-то и будет. Посмотрим. Так, ну что, друзья, я, пожалуй, на этом буду с вами прощаться. Встретимся в следующей части. Продолжим. Изучение планеты Марс. Исследовательская вышка. И ее освоение. И в конце концов, сюда ступит нога человека. Спасибо всем за внимание и всем пока. Продолжение следует...